В минувшее воскресенье в Ереване состоялся внеочередной съезд общественно-политической организации, Еркрапа Это, союз добровольцев-ополченцев, в реальности являющий собой союз военных преступников и оккупантов Ведь члены, Еркрапа, принимали активное участие в оккупации азербайджанских земель, в уничтожении мирного азербайджанского населения, в пытках над пленными азербайджанцами С 1999 года эту структуру возглавлял печально известный Манвил Григорян Тот самый, что был задержан в прошлом году Службой национальной безопасности по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов Помнится, премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда выступил со специальным обращением к своим согражданам Он тогда рассказал о том, что Манвил Григорян подозревается в хищениях, присвоении продовольствия, предназначенного для солдат в период Апрельской войны 2016 года Армянские СМИ пестрели фотографиями горы оружия, продовольствия, одежды и даже писем солдат, которые оказались в имении, мясника, таково было прозвище Григоряна Того самого, который с гордостью рассказывал о том, как эксплуатировал пленных азербайджанцев Того самого, который совершил прыжок из грязи в князи, по локоть погрузив руки в кровь мирных азербайджанцев И вот это чудовище возглавляло, Еркрапа, почти 20 лет Нет более надобности объяснять, каковы взгляды членов этого союза Это сборище военных преступников, которое собралось в воскресенье, чтобы избрать нового председателя правления, взамен, мясника Им стал Сасун Микаэлян, который был рядом с Николом Пашиняном в период осуществления, бархатной революции Сам Пашинян, ясное дело, посетил воскресные мероприятия Он любит пиариться, а тут как раз такой повод представился Да и игнорировать, Еркрапа, численность членов которой составляет 10 тысяч человек, он не может Но, присутствие на мероприятии союза, состоящего из тех, кто лично убивал мирных азербайджанцев и участвовал в оккупации территории Азербайджана Пашинян в очередной раз доказал, что официальный Ереван не настроен на мирное урегулирование армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта Это к тому, чтобы показать, насколько фальшиво и нелепа и гражины Пашиняна, мадам Акапянф, голубку мира Хотя, и сам Никол, как бы это ни звучало парадоксально, умудрился напялить на себя овечью шкуру, будучи классическим волком Он также заговорил о важности мира и даже попытался выставить себя тем, кто больше всех в нем заинтересован Мы принудили к миру в навязанной нам войне Я надеюсь, что этот съезд союза добровольцев, Еркрапа, объединит всех ветеранов войны, то есть азатамартиков Но эта историческая ответственность не сделала нас агрессивными Вазгин Саркисян в связи с этим сказал, никто не хочет мира так, как я Думаю, эти слова сегодня может повторить каждый из нас, заявил Пашинян Даже для такого ценника, как нынешний премьер-министр Армении, это было слишком уж циничное заявление Потому, что Армения все эти годы хочет не мира, а капитуляции Азербайджана Ясное дело, что они этого никогда не дождутся, но зачем же врать, пытаясь изображать себя в роли, миролюбивых оккупантов Это же так примитивно и жалко Путь к миру лежит через вывод всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны Того требует резолюция ООН Того требует сама логика шагов к миру Но, Армения не хочет мира Она грозится захватом новых территорий нашей страны Это их осознанный путь к будущему, неизбежному краху, к большой и, главное, напрасно пролитой, крови молодых армянских ребят Кру Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова